То, что нынешний год будет непростым, было понятно еще в конце 2014-го. Продуктовая эмбарго не могла не сказаться на повышении цен на отдельные виды товаров, как в республике, так и в России в целом. С августа 2014 года в республике стабильными остаются отпускные цены производителей на мясо кур. Незначительный рост отмечен на хлеб из ржанопшеничной муки свинину. На картошку цены выросли практически на 29%. Резких скачков не было. Правительство еженедельно обсуждало ценовую политику на совещаниях. Мониторинг цен продолжался и в январские каникулы. Обеспокоенность вызывает только по основным позициям. Это самые высокие цены у нас на капусту. Здесь, конечно, сложно дать оценку, из-за чего это произошло, потому что в других регионах есть и цена 20 рублей, а у нас капуста стоит 30. Конечно, задачу перед нами поставили. Мы будем отрабатывать сельхозтовопроизводителями, постараемся привлечь, может быть, даже из других регионов, для того, чтобы более дешевый продукт поступил здесь, на полке у нас, в Чувашку республике. Следующая позиция – это у нас по самое дорогое молоко в среде регионов Приволжско-федерального округа. Здесь, если по производителям у нас цены где-то средние по региону ПФО, то есть на молокосырье, но вот на полках она оказывается уже самое дорогое. Почему потребителям приходится переплачивать за один из важнейших продуктов, предстоит еще выяснить, пообещал министр сельского хозяйства Сергей Павлов. И призвал горожан покупать качественный продукт в молокоматах литр за 35 рублей. Недостатков сельскохозяйственной продукции, сырье, продовольствия в республике нет. На этот год разработан ряд серьезных агропроектов, реализация которых позволит сохранить стабильность в этом важном секторе экономики. На один из них развитие птицеводства в агрохолдинге Юрма выделены солидные средства. На сегодняшний день свыше 3 миллиардов кредитов уже получены. И есть другие проекты. Приоритетом ставится развитие молочного скотоводства. Планируется строительство в Урнарском мясо на тысячу голов дойного стада. Также есть проекты по свиноводству. Это в Цивильском районе. Продолжение следует...